Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. Обо всем самым значимым и важным за прошедшуюся минневку расскажу вам далее я, Константин Никитин. Еженедельный штаб по комплексному развитию региона начали с обсуждения экономической ситуации в регионе. Индекс промышленного производства второй месяц подряд выше среднеокружного и среднероссийского. Он составляет более 106%. Основной вклад в рост внесли производство пищевой продукции, автотранспортных средств, готовых металлических средств. Подробнее Валентина Никонова. Начали аппаратное совещание с экономических вопросов и обсуждение развития межрегиональной кооперации. Делегация Ульяновской области посетила Республику Калмыкия и приняла участие в экономическом форуме. Регионы договорились о расширении связей в сфере предпринимательства, культуры и туризма. Ульяновская область вошла в топ-3 регионов по числу уникальных природных объектов. Эта неделя в Ульяновской области посвящена национальному проекту «Туризм и индустрии гостеприимства». На аппаратном совещании подвели итоги развития отрасли. Регион входит в топ-20 территорий с высоким уровнем оздоровительных объектов. Буквально на днях председатель правительства подписал еще одно распоряжение о уделении 142 миллионов рублей на развитие туризма. Здесь будут поддержаны проекты, которые участвуют в конкурсном отборе. Регион готовится к началу отопительного сезона. В жилом фонде тепло появится не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура опустится до плюс 8 градусов. На объектах социальной сферы, в школах, детсадах и больницах отопление включат уже 25 сентября. «Завершается плановый ремонт тех огромных объемов, которые мы планировали в этом году. В целом мы заменили практически 50 километров по всему региону труб по отопительному сезону. Отремонтировали более 300 котлов на котельных. Частично меняли, частично восстанавливали их». В Ульяновской области начали формировать проект бюджета на 2024 год. Доходную часть областной казны рассмотрели еще 21 августа на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Предварительно доходная часть составит 69 миллиардов 211 миллионов рублей. «Исходя из объема доходной части, осуществляется и формирование расходов областного бюджета. Это заработная плата с начислениями, которая в полном объеме предусматривается. А также в расчетах на выплату заработной платы учтен новый минимальный размер оплаты труда». В числе других тем – борьба с нерадивыми коммунальщиками. Глава Ульяновской области поручил лишать лицензии управляющей компании, которые не дадут жителям тепло в срок. В группе «Риска» уже сейчас более 20 организаций. В конце прошлой недели в регионе провели «Большой субботник». Очень много сил добровольцы, активисты и ТОСы потратили на то, чтобы очистить город от остатков агитационных материалов. Губернатор отругал партии кандидатов в ЗСО за то, что заклеили Ульяновск агитками, как обоями. Чтобы привести город в порядок, пришлось потратить бюджетные средства и отвлечь от работы многих людей. Алексей Русских заявил, что эта практика не должна становиться традицией. Валентина Никонова, Марат Мегдеев, Олправда ТВ. Выборы прошли, пора за работу. Губернатор области Алексей Русских встретился с парламентариями Законодательного собрания 7-го созыва. Подвели итоги голосования, поделились впечатлениями и планами на будущее. Основными темами обсуждения стали актуальные проблемы и вопросы в регионе. Делать, а не просто говорить. Объединяться и быть полезными для региона и его жителей. Эти наставления губернатор области Алексей Русских дал депутатам Законодательного собрания нового созыва. Также он отметил, что прошедшие выборы прошли прозрачно и спокойно. От лица всей исполнительной власти региона могу заверить, что мы настроены на обстоятельную, вдумчивую работу с вами, со всеми депутатами. Мы открыты честному, открытому обсуждению каждого законопроекта. Большой работе по формированию областного бюджета, по исполнению инициатив избирателей. На такую же позицию рассчитываю с вашей стороны. На встрече обсуждали актуальные вопросы развития региона и перспективы сотрудничества между исполнительной и законодательной властью. Новый созыв получился гармоничным и в то же время разнообразным. Депутаты разных возрастов и отраслей будут в ближайшие пять лет исполнять волю народа. Сейчас мы все избраны, избраны доверием наших жителей. Кто-то получил это доверие больше, кто-то меньше, но тем не менее за каждым, я подчеркиваю, за каждым из избранных депутатов стоит избиратель. Проблем и наказов, которые озвучивали жители на встречах, очень много. Каждый из нас здесь присутствующих, уже избранных депутатов, их прекрасно знает по своим территориям, по своим округам. И многие из них, в принципе, можно решать оперативно. Конечно, есть те такие вопросы, на которые нужно время и объединение усилий. Задач много и главное не распыляться на все подряд, а сконцентрироваться на качестве. Новоизбранные депутаты сосредоточатся на решении проблем в социальной сфере, продолжат активно помогать бойцам СВО и их семьям, скрупулезно подойдут к работе над областным бюджетом. Такие политические мастодонты, как Сергей Панчин, знают город и область как свои пять пальцев, поэтому он планирует решать самые насущные проблемы, которые волнуют жителей. Мы на сегодняшний день, первое и самое основное, это формирование бюджета. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас осень, и необходимо формировать муниципальные бюджеты, необходимо формировать городские бюджеты, региональный бюджет. И все это выливается на сегодня в решение проблем жителей. Если не будет сформирован бюджет, а в основном бюджет, он же и будет сегодня формироваться от наказов избирателей. То, что первоочередные задачи необходимо будет решать. Сегодня избирательная комиссия проведет регистрацию народных избранников, а уже через несколько дней пройдет первое заседание нового созыва. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Уллправда ТВ. В столице Калмыкии прошел международный экономический форум. Ряд переговоров наши коллеги провели с ульяновцами, в том числе подписали документы о сотрудничестве. План мероприятий, подписанный Калмыкией и Ульяновской областью, закрепляет уже существующие соглашения, заключенные на Петербургском экономическом форуме, и предусматривает конкретные мероприятия в различных сферах. Какие именно, расскажем далее. Экономический форум или 100-2023 открыло заседание пленарной сессии использования потенциала региона для глобальной интеграции. Ее участниками стали первые лица субъектов России, среди которых и делегации из Ульяновской области во главе с губернатором. На официальной части мероприятия Алексей Русских отметил, что заинтересован в развитии межрегиональной кооперации. Серьезные намерения подтвердило соглашение о сотрудничестве с республикой Калмыкия. Как отметили обе стороны, это начало большой и крепкой дружбы. Вновь и вновь подчеркиваем, что Калмыкия открыта во всех смыслах. Открыта и дружить, и сотрудничать. Несмотря на то, что мы переживаем непростое время, время вызовов, тем не менее, всех нас объединяет идея и мысль о том, что это время и возможности. Напомним, ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Совместную работу продолжат и в отрасли туризма, спорта, молодежной политики. Совместные планы также обсудили на площадке форума. Сегодня мы подписали дорожную карту до 26-го года, где зафиксированы ряд мероприятий, по которым мы пойдем и будем планировать нашу совместную работу. Направление в основном, я считаю, это сельское хозяйство. Оно довольно-таки развито и в Калмыкии, и в Ульяновской области. Но я уверен, что нам есть в чем обменяться опытом. Напомним, Ульяновская область является одним из первых субъектов, который начал развивать кооперацию со всеми регионами страны. В настоящее время в работе находится более 180 контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей. Александра Никитина, Управда ТВ. В детские поликлиники Ульяновска поступили лекарства. Прививочная кампания продлится в регионе до ноября. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или госуслуги. Как проходит вакцинация в детской поликлинике на площади Горького, расскажет Светлана Карпухина. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире гриппом болеет каждый пятый ребенок. Этот вирус передается воздушно-капельным путем и отличается высокой степенью заражаемости. Грипп может являться причиной очень серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. Чтобы такого не произошло с ребенком, необходимо вакцинироваться. Деткам вакцинация вообще в принципе нужна. Особенно обратить внимание на вакцинацию деток с хроническими заболеваниями. Особенно дыхательной системой, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Противопоказаний к вакцинации практически нет. Это либо выраженная аллергическая реакция на введение предыдущих вакцин, какие-то хронические заболевания в стадии обострения и острые заболевания по типу ОРВИ. Основные симптомы гриппа у малышей – вялость, отказ от еды, тошнота, рвота на пике лихорадки, нарушение сна. У детей постарше появляется головокружение, спазм сосудов, тахикардия. Ко всему прочему добавляется насморк, кашель, температура. Отличить грипп от простуды очень сложно, но чтобы предостеречь своего ребенка от тяжелой болезни, лучше вовремя принять меры и записаться на вакцинацию. Потому что здоровье наших детей – это самое главное, я считаю, для родителей. Поэтому мы принимаем такое решение ежегодно. Ну, как, два года подряд. Мы делали прививку гриппа. Как бы я всем детям делаю, себе делаю. Мы каждому делаем. Легче переносится, даже если заболеешь, все равно легче. Как бы температура меньше. Хотя бы не так сильно болеть. Привить малыша можно с шести месяцев. В детской поликлинике или учебном заведении приглашают всех ребят до 18 лет. В поликлинике Правобережье уже поступило свыше 20 тысяч доз вакцины. Светлана Карпухина, Бахтия Салтанов, Улправда ТВ. В детском многопрофильном стационаре в Забожском районе Ульяновска проходит лечение тысячи маленьких пациентов. А для быстрого выздоровления необходимо не только лечение, но и комфортное пребывание. Как идет обновление учреждения, осмотрел Кирилл Савосин. В детском многопрофильном стационаре на проспекте Сурово продолжается поэтапная модернизация. Учреждения здравоохранения начали модернизировать с 2017 года. Поэтапно ремонтируют этажи и отделения, закупают новое оборудование и мебель. За прошедшие шесть лет на эти цели было направлено более 300 миллионов рублей. В числе последних обновлений отремонтированы хирургические и лор-отделения на третьем этаже. Их показали губернатору Алексею Русских. Завершены ремонтные работы на третьем этаже детского многопрофильного стационара. Это 2623 квадратных метра, где у нас располагаются два таких ведущих для нас отделения хирургического профиля. Это отделение нейрохирургии, травматологии, ортопедии, 34-коечная. Там у нас оказывается специализированная медицинская помощь детям региона, в том числе высокотехнологичная. И второе отделение – это отаринолариногологическая, где детям региона предоставляется специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара. В отделениях сделали перепланировку, заменили полы, сделали стены. Также закупили новую медицинскую мебель и необходимое оборудование – рециркуляторы, дозаторы и холодильники. На время ремонтных работ отделения функционировали в прежнем режиме, но на других этажах здания. После ремонта стало хорошо, светло, красиво. Персонал очень к нам хорошо относится и врачи к нам очень хорошо относятся. Тем временем новые отделения откроют свои двери в октябре. Ремонтные работы прошли по нацпроекту здравоохранения. Ранее в стационаре были модернизированы пульмонологическое отделение, операционный блок, отделение медицинской реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры, неотложной травматологии и ортопедии. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. Из-за изобилия профессий в современном мире подростку трудно определиться с выбором дальнейшей профессии. Для решения этой задачи для школьников в регионе проводятся экскурсии на предприятиях, на которых они смогут познакомиться с различными специальностями. Как реализуется проект в регионе, расскажем далее. 11-классница Ирина выросла в семье потомственных медиков. Дома делает уколы родным, а друзьям помогает советом. Поэтому выбор, кем стать, у девушки не стоял. Ирина хочет стать кардиологом. Подтвердила решение и экскурсия в Ульяновский областной центр специализированных видов медпомощи, куда выпускница пришла со своими одноклассниками. Безумно рада, что посетила сегодняшнюю экскурсию. Эмоции прекрасные. Наконец-то попробовала что-то действительно из медицины. И сама побывала в роли доктора. И меня перевязали. В целом эмоции невероятные. Очень хотелось бы почаще посещать такие места. Ребятам показали кабинеты компьютерной томографии и клинической лаборатории. Медперсонал разъяснил принцип работы нового современного оборудования. Кроме того, школьники смогли почувствовать себя в роли врачей. Каждый научился делать перевязку. Эти перевязки мы будем сегодня показывать здесь, ребятам. Как правильно эти повязки накладывать. Какие повязки бывают. И вообще повязки это кажется, что не так все это трудно. Но тем не менее это целая наука о этих повязках для того, чтобы их правильно наложить. Глава региона поставил задачу расширить круг предприятий и партнеров, участвующих в профориентационной работе со школьниками. В настоящее время в регионе уже подписано соглашение с 70 организациями. В этот раз подписан трехсторонний договор между Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и Ассоциацией средних медицинских работников. И сегодня такое соглашение будет между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерством здравоохранения Ульяновской области. будет заключено для того, чтобы 44 больницы в области приняли ребят для профориентационной работы. Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется в регионе с 2018 года. В нем принимают участие ученики 6-11 классов. Ульяновская область впервые приняла полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Это флагманский проект молодежи страны «Движение первых». Всего 850 участников из 21 субъекта. У каждого есть шанс выйти в финал и побороться за главный приз, звание победителя и денежную награду. А еще продемонстрировать свои творческие способности. К примеру, на площадке Ульяновского техникума питания и торговли прошел мастер-класс по приготовлению имбирного печенья. Александра Никитина продолжит. В поддушном шаре мандарина, баба цвета, мы с тобой проводим это лето. Под любимые песни, разговоры по душам, молодежь с разных уголков страны печет ароматное лакомство. Детали рецепта имбирного печенья ребята предпочли оставить в тайне. Однако в воздухе можно уловить ноты молотых пряностей – гвоздики, кардамона, мускатного ореха и корицы. Они придают неповторимый вкус и аромат готовой выпечки. Соблюсти верные пропорции помогают студенты старших курсов техникума питания и торговли. Ну и самое главное, это ингредиент, конечно, это же наша душа и любовь, и наша поддержка. А значит, до адресатов бойцов специальной военной операции печенье дойдет в целости и сохранности. Чтобы вместе со сладким угощением передать частичку тепла родного края, студенты колледжей нанесли на заготовки разные формы пожелания для солдат и украсили гостинцы незамысловатыми рисунками в цветах флага своей страны. На первый взгляд это кажется очень трудным, но на самом деле это очень просто. Такой формат для общения и обмена опытом – элемент всероссийского конкурса «Большая перемена». Ульяновская область впервые приняла полуфинал образовательного соревнования. Участниками стали 850 студентов колледжей и техникумов Приворского, Южного и Северокавказского федеральных округов. Закрытие полуфинала прошло во Дворце культуры «Губернаторский». Я уверен, что все вы получили удовольствие. Получили удовольствие от общения друг с другом, получили удовольствие от общения с экспертами. Мы вам такую возможность предоставили. А еще возможность проявить себя сразу в 12 направлениях по разным дисциплинам. Образовательная программа организована под лейтмотивом «Создавая будущее» и «Меняй мир вокруг». Это про инновации, искусственный интеллект, развитие инфраструктуры, мегаполисов и сохранение экологии. Свободное время молодежь посвятила экскурсиям на предприятиях области и в музеях. Для каждого участника в жизни происходят и вправду большие перемены. Как в личности, так и находятся очень много новых друзей, единомышленников. На мой взгляд, Ульяновская область постаралась на все 100%. Это просто мега-крутой, суперский город, область колоритная, с изюминкой Советского Союза. На самом деле, я очень интересуюсь этой тематикой. И я благодарна большой перемене, что она дала мне такую возможность посетить Ульяновскую область. Финал большой перемены пройдет в ноябре. Площадки для участников организуют в Нижнем Новгороде. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ. Ульяновская область вновь приняла участие во всероссийском проекте «Кросснации». На старт во всех районах региона вышли тысячи участников. Среди них профессиональные спортсмены и простые любители физкультуры. Ну а главной площадкой по традиции стала биатлонная база на верхней террасе. Вся Россия пробежала к Роснации. Ульяновск не стал исключением. Спортсмены от мала до велика решили провести свой выходной на свежем воздухе. В этом году более тысячи ульяновцев вышли на дистанцию по разным причинам. Кто-то боролся за главный приз холодильни, кто-то вспомнил былую молодость, а кто-то приобщал к здоровому образу жизни своих детей. Возраст практически не ограничен. Сейчас вот за мной стартует первая группа – это любители бега. Это детишки с родителями. Семейный старт, чисто символический забег, один маленький круг. Здесь возраста мы уже не считаем. Забег – не только настоящий спортивный праздник для всех участников. «Кросснации» показывает, что здоровый образ жизни и активное времяпрепровождение доступны каждому. В каждом забеге мы практически участвуем. На протяжении уже всего года для здоровья, для общественности, для общего развития. Не только чтобы узнали, чтобы вникать в молодежь, чтобы приучать их, чтобы они здоровый образ жизни вели. И знали уже направление, как его выбирали. Самые юные участники вместе с родителями бежали 200 метров. Девушки и парни до 17 лет пробежали километр. Взрослые спортсмены соревновались на дистанции в 3 километра. Ветераны могли выбрать любое расстояние. Это вообще замечательный праздник, когда стоит просто пробежаться по лесу, вот в этом прекрасном месте, подышать воздухом в свежем. Замечательное время, замечательное место, погода позволяет. Когда бегут малявочки, хочется бежать рядом с ними, показать, как бегали мы раньше. И они также, глядя на нас, могут дальше заниматься спортом. Каждый участник забега получил памятный подарок, который будет служить доказательством личного спортивного подвига. «Кросснация» – это одно из мероприятий, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Светлана Карпухина, Уллправда.ТВ Много лет они портят облик города и представляют опасность для людей. В Ульяновске проблема заброшек сдвинулась с мертвой точки. Уже подходит к завершению демонтаж Манежина-Облокова. Работа в разгаре на проспекте Сурово. «Ломать, не строить» – с этим утверждением полностью не согласны строители, которым выдалось разбирать недострой в новом городе. Так и невоплощенный в реальность проект стационара больше 30 лет считается одним из самых опасных объектов Ульяновска. Здесь неоднократно гибли дети и подростки. Часто собирались сомнительные компании. Поэтому местные вздохнули с облегчением, когда объект Насурово начали разбирать. «Это СССРская застройка, стойкость бетона, то есть все сделано на совесть в СССР. Поэтому 10 человек в данный момент на данном объекте работает и 2 единицы техник, то есть автокран, автовышки». Десятиэтажный недострой – здание специфическое, как говорят сами подрядчики. Чтобы снять бетонные плиты с верхних этажей, пришлось задействовать кран грузоподъемности 100 тонн. Примерные сроки завершения демонтажа – конец зимы. Сам земельный участок продан Ульяновской строительной компанией. Планируется, что на месте позже построят ЖК. Губернатор поручил разработать несколько вариантов проекта, включая детские площадки, парковки и прогулочные зоны. «У нас целый годостроительный совет создан, как раз, для рассмотрения таких масштабных проектов, чтобы все было сбалансировано, чтобы людям было удобно и комфортно жить. Обязательно нужно предусмотреть парковочные места, узнать, какая проблема в целом сейчас будет. А вот от недостроенной Облуково практически не осталось и следа. Металлические конструкции сняты с крыши, разобраны элементы стен. Сейчас подрядчики вывозят строительный лом на специальную площадку. Всего демонтировали и вывезли 2000 тонн металлоконструкции и 3500 кубов железобетона». «Демонтаж всегда сложнее, чем монтаж. По той простой причине, что при монтаже, когда человек монтирует конструкции, он может испытать на земле эту конструкцию, проверить прошлость крана. При демонтаже это уже нельзя делать». В целом в Ульяновске мэрия насчитала 86 недостроев. По ним составлены дорожные карты, а специалисты ведут переговоры с собственниками. С теми, кто не заинтересован в завершении строительства или поиска путей решения проблемы, будут решать вопрос через суд. Юбилей Ульяновского отделения Русского географического общества собрал тех, кто не представляет себе жизни без дальней дороги и новых горизонтов. На первенстве по водному туризму в памяти заслуженного путешественника России Бориса Лобовского побывала наша съемочная группа. «Свой 60-летний юбилей Ульяновское отделение Русского географического общества празднует так, как положено праздновать тем, для кого путешествие – это не отдых, а образ жизни». На берегу Свияги с байдарками, палатками и походным пловом собрались крупнейшие туристические клубы Ульяновской области. Только отдыхом у костра и песнями под гитару дело не ограничилось. Свой юбилей Ульяновское отделение РГО в этот раз отметило первенством по водному туризму. Побороться за призы от Русского географического общества собрались туристические клубы, команда учебных заведений, крупнейших предприятий и области. В гости приехали даже туристы из Димитровграда. «Мы неоднократные победители в этих соревнованиях. Хотелось бы победить. Но вода есть вода, она может помочь, она может поставить. Но надеемся на лучшую». Главная соль соревнований в том, что сражаться приходится с сильнейшими. Сам по себе маршрут эстафета для опытных участников несложный. За их спиной сотни километров пройденного пути. «Смотрите, они посетили Саянские горы, Алтайские горы, реки Кольского полуострова, Кавказа. Наши участники, ульяновские именно участники, уже оставили свои следы на полуострове Камчатка». Несмотря на спортивные страсти, атмосфера на праздники очень доброжелательная. Всех объединяет давняя дружба с ульяновским отделением Русского географического общества и любовь к путешествиям по родному краю. «Прежде чем куда-либо отправиться, в любом случае тебе нужно будет изучить тот район, куда ты отправляешься, быть в теме именно этого района, чтобы не пропустить самое интересное. Потому что наша страна, она уникальна сама по себе. Именно поэтому я думаю, я призываю людей к тому, что сначала нужно изучить нашу страну, а потом заниматься изучением зарубежных стран». Победителем водной гонки в этот раз стала команда туристического клуба «Бумеранг». Ей вручили сертификат на покупку катамарана и ветел. Второе место занял Димитровградский клуб «Горизонт». А третье – команда ульяновского техникума Олимпийского резерва «Динамит». Иван Шагунов, Алексей Шишов, Юлия Шагунова, Уллправдотова. Для тех, кто любит Россию и интересуется ее новейшей историей. Такой лейтмотив у федеральной площадки – достижения. Здесь каждый регион страны презентует свои креативные проекты. Ульяновская область представляет молодежный центр современного искусства. Это первая креативная индустрия, сформированная на базе музея. Миссия центра современного искусства – вдохновлять молодежь и поддерживать талантов в развитии их творческого потенциала. Площадка организована в бывшем доме купца Мельникова. Всего за пару лет она стала центром притяжения для горожан. Десятки людей получили пространство для экспериментов и самовыражения в различных направлениях – от живописи скульптуры до новых медиа и арт-технологий. Мы учим не только изобразительным искусствам, мы также рассказываем о новых трансдисциплинарных практиках, о кураторских практиках, о том, как делаются выставки. И вообще МЦСИ – это такой, скорее, плацдарм, где художник, творец может попробовать себя в качестве создателя, в качестве создателя выставки. Молодежный центр представляет собой несколько залов, каждый из которых организован по тематикам. Один из самых просторных занимают книги. Все они, так или иначе, посвящены современному искусству. Есть и классика жанра, и новые мотивы, отражённые на страницах фанфика по серии романов о знаменитом «Мальчике, который выжил». Мы творим для людей и вместе с людьми. И поэтому, чтобы собрать данную библиотеку, мы писали разным издательствам с просьбой о том, что смотрите, какая у нас классная инициатива, «Поддержите нас». И нас поддержали. И каждый из издательств, по часу даже 50, то и 100, и более книг непосредственно приносили в наш центр. Соседние залы заняли резиденты Центра современного искусства. Благодаря единой площадке они нашли способ исполнить давнюю мечту – объединить сотни творческих людей. В камерном пространстве расположились стеллажи с винтажной одеждой и редкими украшениями. По соседству художественная мастерская. Здесь нет ограничений по возрасту самому юному живописцу – 4 года, самому старшему – за 60. Картины пишут в любой технике – от строгой графики до романтичной акварели. Я понял, что, собираясь вместе, мы можем больше творить, больше заниматься творчеством. Мы каждую неделю собираемся рисовать с натуры людей. Ну, вот портрет, тут случайно он как раз стоит. Я его доделываю после натурного рисования. То есть, любой желающий города может прийти на наброски и порисовать с натуры, поучиться людей, и посмотреть, как это делают другие мастера. Это лишь малая часть элементов Молодежного центра современного искусства. Он, в свою очередь, представит Ульяновскую область на федеральной платформе «Достижения». Здесь каждый регион страны презентует свои уникальные проекты. Лучшие из них попадут на выставку «Россия». Она будет работать с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ. На уходящей неделе на Архангельском водозаборе произошел порыв, из-за чего в домах жителей нового города отключили воду. Всю ночь с момента аварии коммунальные службы работали в Заволжском районе Ульяновска. На данный момент холодное водоснабжение восстановлено, но на месте продолжают работать сотрудники водоканала, укрепляя коммуникации. Ульяновская прошедшая ночь была полна сюрпризов. Так жители нового города остались без какой-либо воды. Где-то ее не было совсем, где-то был очень слабый напор. Всему виной авария на Архангельском водозаборе, где из строя вышел 600-мм водовод. Предварительной причиной порыва называют износ соединительной муфты. Сети были построены в 80-х годах, трубы успели поизноситься. На месте аварии работал глава города Александр Балдакин, Управление гражданской защиты, сотрудники Ульяновского водоканала и Доремстроя. Питание водой нового города отсутствляется от скважин. Их 21 штука. Сейчас в работе на данном этапе 15 скважин. Дебет составляет 1350 кубов. При максимальном должном дебете – 2400 кубов. То есть нам не хватает ровно половина, чтобы обеспечить в полном объеме всех потребителей и абонентов. Полного отключения воды удалось избежать. Ночью заполняли накопительные резервуары, чтобы сохранить подачу воды при проведении работ. При этом роддом и больница от воды отключены не были. На данный момент на месте порыва откачали воду, демонтировали муфту, подготовили трубы к повторной стыковке. «Аваритная бригада на месте. Работает 10 человек и 4 техники на данный момент. На подходе еще дополнительная техника с материалами. Крановая техника, экскаваторная техника. Будем извлекать поврежденные участки трубы и монтировать новые участки». Сейчас весь жилой фонд и объекты социальной сферы обеспечены холодной водой. Также возобновляется подача горячей воды. Для этого дополнительно направили на ТЭЦ-2 более 250 кубометров воды в час. Продолжают работать школы и детские сады. По 11 адресам в Новом городе организован подвоз технической воды. Анна Тищенко, Улправда ТВ. На 2 рубля больше в Ульяновске подорожал проезд в общественном транспорте, маршрутных такси и городских автобусах. С 16 сентября поездка стоит 30 рублей вместо 28. Если расплачиваться картой, на рубль дешевле. Перемены связаны с ростом цен на топливо и обслуживание подвижного состава. Тему продолжит Александр Никитина. Повышение цен – вынужденная мера. Об этом областные перевозчики говорили не раз. При нынешнем тарифе работать приходилось в убыток. Выручка с поездок не покрывала в полном объеме расходы, связанные с текущей деятельностью, а также затраты на ремонт и содержание городского пассажирского транспорта. Плюс за последний год цена на топливо выросла на 5-6%. Также увеличилась стоимость подвижного состава. Они это аргументируют тем, что необходимо обновлять автобусный парк. И так как в нашем регионе один из самых низких тарифов, он не позволяет считать его в своевременное обновление. И из-за этого они обратились к агентству по регулированию тарифов. И тариф был изменен. А именно с 28 рублей до 30. Это если оплатить проезд наличными. Транзакция по банковской карте на рубль дешевле. Однако такой формат доступен только на тех подвижных составах, где есть терминал. Рост цен коснулся только регулируемых маршрутов. Их в регионе 24. Однако предполагается, что и остальные перевозчики не смогут долго удерживать нынешнюю цену. Что касается тех маршрутов, которые осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу, то они тоже вправе повысить стоимость проезда самостоятельно, но предварительно уведомив нас о повышении. Сейчас идет переходный период. Это значит, что одни перевозчики уже успели повысить цену на проезд, другие находятся на подготовительном этапе. По предварительным прогнозам, до конца года тариф 30 рублей укоренится в общественном транспорте. Стоимость пригородной и междугородней поездки составит 2 рубля 9 копеек за километр. Александра Никитина, Управда ТВ. В Ульяновской области стартует осенний этап лесовосстановления. Сеянцами закрытой корневой системой засадят до полутора тысяч гектаров земли. Кроме того, пройдет дополнение лесных культур в тех местах, где это необходимо. Саженцы выращивают в разных уголках Ульяновской области, в том числе в Николаевском районе. Теплица осмотрел губернатор Алексей Русских. По оценкам экспертов, площадь лесов неминуемо сокращается с каждым годом. Виной тому и незаконные вырубки, и пожары. По информации Рослесхоза, в этом году площадь лесных пожаров России достигла 4 миллионов гектаров. Это примерно на треть больше показателей 2022 года. В Ульяновской области крупных лесных пожаров, к счастью, удалось избежать. В регионе не первый год занимаются лесовосстановлением. Работает 21 лесной питомник. Один из них, что в Николаевском районе, единственный выращивает саженцы с закрытой корневой системой. Мы начали, вернее, приобрели эту площадку в 2018 году. И вот с 2018 года мы потихонечку и тут вот застраиваем, разворачиваемся. То есть здесь вот этот цех представлен, это филорама ленточная. В учебно-научно-производственном комплексе «Лес Юг» в этом году запустили цех по переработке мелкотоварной деревесины. Предприятие – давний арендатор леса. На площадке работает и шишка-сушилка, благодаря которой работники получают семена. Но гордость комплекса – стационарный комплекс с автоматической линией полива и автоматизированной системой создания микроклимата. Ежегодно в теплице выращивается больше миллиона саженцев. У нас в области представлено как раз интенсивное ведение лесного хозяйства и непрерывный лес используем. То есть мы сейчас доходим до того леса, который сажали наши предки. То есть на сегодняшний день мы рубим культуры, лесные культуры. Не тот лес, который рос, естественно, а сейчас уже лесные культуры. Лесные культуры, они имеют свойство, скажем так, быть гуще, соответственно, они тоньше. Ежегодно на территории области подготавливается более 16 миллионов штук сеянцев. Эта цифра полностью обеспечивает потребность для проведения лесовосстановительных работ. Только весной, по информации Минприроды, в питомниках засеяно 15 гектаров. Осенью будет организована их инвентаризация. Анна Тищенко, Управда ТВ. В Ульяновской области отметили День садовода. Праздник организовали в Садовом товариществе «Залив». Гостей угощали богатым урожаем, который местные умельцы вырастили на плодовитой земле. Столы накрыты, что говорится, от души. Спелая малина, ежевика, гроздья, винограда, сливы и королева осенних трапез тыква. За чашкой чая садоводу подвели итоги 2023 года. А сделать удалось многое. Талантов у садоводов-огородников хоть отбавляй. Им по силу и вырастить на своих грядках богатый урожай овощей, фруктов, ягод и сделать из них заготовки на зиму. А еще взрастить редкие сорта цветов, деревьев – отличительная черта характера ульяновских дашников гостеприимства. А потому свой праздник умельцы встретили с размахом. Позвали гостей, накрыли богатые плодами осени столы, подготовили развлекательную программу. Трапезу для души организовали в Санте-Залив. Он славится на весь регион с живописным пейзажем. За всю историю существования Санте – это первый праздник, который проводится в нашем Санте. Мы этому очень рады. Для гостей мы организовали стол, угощаем пирожками, чаем, кофем, пловом. Залив ведет свою историю с 1994 года, а сейчас на его просторах 395 участков. И если у истоков стояли садоводы серебряного возраста, в наши дни к ремеслу присоединилось молодое поколение. Желание построить свой участок и разбить огород появляется уже к 30 годам. Оттого стереотип, что дачники – это бабушки и дедушки – уходит в прошлое. Это отметил и глава региона. Алексей Русских наградил за доброту и трудолюбие, отличившихся за последний год представителей садовых товарищей области. Поздравляю вас, уважаемые, замечательные, улыбчивые садоводы. С праздником, всего-всего самого вам доброго, хорошего, добра, мира, справедливости, благополучия вашей семьи. И чтобы у нас наконец-то, как можно быстрее, воцелился мир. В Ульяновской области садоводством увлечены почти 40% от всего населения. Это полмиллиона трудолюбивых жителей региона. Все вместе они обрабатывают 12,5 тысяч гектаров земли. Правительство области поддерживает дачников в их начинаниях. На улучшение инфраструктуры в этом году укладку дорог, монтаж освещения и систем водоснабжения потрачено больше 50 миллионов рублей. Дороги приняты, такое решение строить уже в асфальте. Никаких там, как раньше делали, мы дороги сами садоводами где-то делали, своими силами. Сейчас, для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание садоводов, вот стали строить в асфальтовом покрытии. Вопросы газификации поднимаем мы. У нас уже несколько садоводских товаров, вот там, где мы сейчас находимся, два общества уже практически газифицированы. После Дня садовода в Ульяновской области начнутся традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Первая пройдет 23 сентября в Железнодорожном районе. Торговля развернется на проспекте Гая от улицы Индинской до Виновской рощи. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ. Ведущая IT-компания региона обеспечивает страну продуктами, необходимыми для комфортной жизни. Софты, программы, маркетплейсы, платформы. Программисты их ежедневно доводят до ума. Ульяновские айтишники отпраздновали свой профессиональный праздник. Виктория Черкова продолжит. Высокий профессионализм, достойные зарплаты. Сотрудники сферы IT делают нашу жизнь удобной. Их разработки пригождаются ежедневно. Специалисты отметили профессиональный праздник и рассказали о планах на будущее. Так, геополитическая обстановка стала катализатором бурной деятельности. Сейчас айтишники создают платформы и программы. Они должны не уступать по качеству западным флагманам. В целом наша компания профилируется на том, что мы помогаем крупному бизнесу российскому автоматизировать системы, бизнес-процессы на базе российского ПО. И в целом одна из задач на ближайшие наши годы – это для таких клиентов, как «Северсталь», «Триколор», «Евраз» – помогать им импортозамещать продукты, которые у них есть сейчас. В Ульяновском политехническом университете губернатор встретился с лучшими специалистами отрасли. Алексей Русских наградил разработчиков, программистов и дизайнеров. Благодаря бурному росту ульяновского айти-сектора область относится к числу субъектов Российской Федерации с развитой сферой информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждает тот факт, что ульяновские айти-компании с года в год занимают топовые позиции в различных рейтингах. Со своей стороны, мы стараемся даже сегодня, в наше непростое время, сохранить все лучшие условия для развития айти-бизнеса и поддержки специалистов отрасли. Профессиональный праздник молодой, хотя УГТУ давно признан кузницей не только инженерных кадров, но и сильнейших программистов. Именно благодаря политеху Ульяновск неофициально называют айти-столицей России. Губернатор анпетил, что многие годы Ульяновская область идет по пути освоения и развития новейших технологий. Регион уверенно входит в число лидеров. Для более эффективной работы с компаниями Алексей Русских принял решение о создании должности советника губернатора по IT-технологиям. На это место назначен ректор УЛГТУ Надежда Ярушкина. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улг.Правда.ТВ. В регионе идет неделя национального проекта «Туризм, индустрия и гостеприимство». Заседания, экскурсии, осмотр туристических мест. Семеневка наполнена тематическими событиями. Что ждет отрасль в ближайшем времени и какие результаты достигнуты, выяснял наш корреспондент. Ежегодно в Ульяновскую область приезжают не менее 400 тысяч туристов. По предварительным оценкам в этом году количество отдыхающих увеличится на 15%. Большинство из них приезжает в регион на личном автомобиле и стремятся посетить музей-заповедник Родина Ленина и музей гражданской авиации. Туристическая отрасль имеет большое значение для экономического и культурного развития нашего региона. Все усилия, которые мы направляем на ее развитие, отзываются позитивными итогами. Растет количество поездок в Ульяновскую область. По оптимистичному сценарию этот показатель к концу года приблизится к отметке 800 тысяч человек. В этом году регион получил более 140 миллионов рублей федерального финансирования по национальному проекту «Туризм и индустрии гостеприимства». По этой программе в Ульяновской области уже реализуются 24 туристических проекта. Одним из таких стал Ульяновский горнолыжный комплекс «Вундерах». Почти 2 миллиона рублей потратили на горнолыжное оборудование. Благодаря собственным средствам и федеральным инвестициям преобразился и санаторий имени Ленина. Мы убираем балконы, тем самым увеличиваем номер где-то на 9,5 метров. Будет остекляно и будет стекляно полностью здание. Ветражи в пол будет, да? Ветражи в пол будет. Это увеличиваем звезды. В следующем году внимание уделят парк-отелям, экоглэмпингам, кемпингам и экопроектам. Также давняя мечта агентства по туризму – развивать природные красоты области. У нас 142 особо хранимых природных территорий. Обустраиваем фактически 3-4. То есть известные. Это национальный парк, это геопарк, Акшуазский дендропарк и Кольская гора. То есть фактически основных таких, о которых многие знают, но еще скрипенские кучуры. Там 4-5 экологических троп, а их 142. То есть вот огромный резерв, 138 экологических троп, которые можно обустроить на природных территориях, которые по-своему чем-то уникальны. То есть у нас есть и территория Брехово-Болота, и есть территория, где колония Серых Цапель. В преддверии Международного дня туризма и в рамках тематической недели Алексей Русских наградил сотрудников музеев, туроператоров, представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ. Одним из пунктов расширенной деловой программы экономического форума Элиста в Калмыкии стали спортивные состязания. Так ульянские подростки-шахматисты приняли участие в турнире. Такие встречи, как отмечают организаторы, не только способствуют развитию шахматного сообщества, но и повышают престиж региона в спортивной общественности. Юные спортсмены максимально сосредоточены на игре. Многие с шахматами на «ты» с пелёнок. На этот раз соперники ульяновцев – шахматисты из Калмыкии. В Элисте провели турнир на базе Республиканской спортивной школы по шахматам. Соревнования поддержали губернатор Алексей Русских и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Оба очень любят интеллектуальную игру, о чём рассказали ребятам. Победа обязательно была у всех. Главное, не бросать эту стигню. Я в школьные годы тоже очень серьёзно увлекался. И зачастую бывало так, что мы под партой играли во время уроков в шахматах. Потому что затягивающий игрок. К сожалению, сейчас нет много игроков. Ульяновскую область представили 10 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Победителей турнира определили в общекомандном зачёте. Каждого наградили медалями и грамотами. А сам турнир приурочили к экономическому фестивалю Элиста-2023, который проходил в эти дни в столице Калмыкии. В целом, если говорить про проведение турнира, то очень здорово, что можно укреплять нашу дружбу между регионами не только в спортивном плане, но и сотрудничество в экономическом. В развитии научно-технического производства и других отраслях. Напомним, Ульяновская федерация шахмат ведёт свою историю с 1943 года. В её состав входят ведущие шахматисты и тренеры из Ульяновска, Димитровграда и районов области. Ежегодно в федерации проводятся более 30 мероприятий различного уровня, в том числе с обсчётом всероссийского рейтинга. Еще совсем недавно Владимирский храм в посёлке имени Карамзина Ульяновской области находился в заброшенном состоянии. Внутри и вокруг него росли деревья и кустарники. Однако, благодаря усилиям православных добровольцев, его территорию удалось привести в порядок. И вот 16 сентября здесь была совершена первая за целый век божественная литургия. Сегодня храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира в посёлке имени Карамзина Ульяновской области находится в разрушенном состоянии. У храма нет ни пола, ни потолка, однако целыми остались его стены. Чтобы привести территорию Владимирской церкви в порядок, симбирская православная молодёжь и прихожане Филаретовского храма Ульяновска совершили два трудовых выезда вместе с руководителем епархиального отдела по взаимодействию с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Ульяновской области и ереем Дмитрием Субботиным. Взяв благословение у правящего архиерея, митрополита Лондона, мы с православной молодёжью симбирской епархии, низким поклон, постарались привести в меру силы возможностей. Возможностей не так и много, и людей, скажем так, немного. Но для сегодняшнего дня мы постарались сделать эту расчистку, чтобы отслужить первую литургию за сто лет. Постараемся, чтобы это было нашей традицией. Православная молодёжь активно помогала батюшке. Мы здесь расчищали храм, равняли пол, вырубали деревья. Вокруг храм тоже навели порядок от мусора, избавили это благопристойное место, чтобы люди видели, что это всё-таки храм, они заросли. Я считаю, мы должны сохранять наше культурное наследие. Во-первых, это храм, это историческая постройка. Во-вторых, данная территория тоже нуждается в храме. Людям, которые здесь проживают, на территории посёлка имени Карамзина, а им, я думаю, проблематично отправиться на обычную литургию отсюда. Я считаю, необходимо восстановить этот храм, чтобы местные прихожане могли сюда приходить для богослужений. Каменная однокупольная церковь по имя святого равноапостольного великого князя Владимира была построена в ноябре 1900 года в юго-восточной части больничного комплекса Карамзинской колонии душевнобольных. Церковь и комплекс зданий колонии были построены на завещанный капитал сенатора, тайного советника, члена консультации при Министерстве юстиции Владимира Карамзина, младшего из сыновей историографа Николая Карамзина. В 1923 году храм был закрыт, а в помещении бывшей церкви открыт клуб при больнице, просуществовавший до 1984 года. И вот впервые за сто лет после закрытия храма здесь совершается божественная литургия. Богослужение возглавил благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии и ермонах Георгий Карпов. В первый за целый век литургии приняли участие жители Ульяновска, поселка имени Карамзина, а также участники движения «Симбирская православная молодежь» и «Сестры милосердия» старшего корпуса. К присутствующим обратился благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии ермонах Георгий Карпов. Господи, братья и сестры, впервые с 1923 года в этом поруганном храме Божьем, в храме, посвященном в честь святого равнопостального великого князя Владимира, была совершена первая божественная литургия. Мы с вами сегодня стали свидетелями этого торжества и этого исторического события. Отец Дмитрий, благодарю вас за возможность помолиться сегодня в этом храме, совершить богослужение. Отец Дмитрий и его чадо, прихожане, совершили очень большую работу по расчистке территории, внутренней территории этого храма. Затем Иерей Дмитрий Суботин совершил литью могилы земского психиатра Василия Копысова, чье имя сегодня носит областная клиническая психиатрическая больница в поселке имени Карамзина. На следующий год отец Дмитрий и православная молодежь планируют привести в порядок алтарную часть храма. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Храм в честь иконы Божьей Матери Неополимая Купина отметил престольный праздник. В этот день божественную литургию в одном из старейших, сохранившемся исторических храмов Симбирска, совершили три архипастери Симбирской митрополии. Прошел традиционный крестный ход, в котором приняли участие сотрудники МЧС было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и Министерством чрезвычайных ситуаций. 17 сентября, в день празднования в честь иконы Божьей Матери именуемой Неополимой Купина, отмечает престольный праздник один из старейших, сохранившихся исторических храмов Симбирска. Божественную литургию в этот день в Неополимовском храме совершили митрополит Симбирский, Новоспасский и Лонгин, епископ Барышский Инзинский Филарет, епископ Меликеский, чердоклинский Диодор. В 1912 году в поселке Куликовка был построен временный деревянный храм в честь иконы Божьей Матери Неополимая Купина. Сюда была перенесена присланная с Афона икона Божьей Матери, являющаяся по сей день его главной святыней. Революционные годы помешали устроить более просторный храм для новой чудотворной иконы, и временный храм так и остался постоянным. В 1937 году храм был закрыт. В начале Великой Отечественной войны Богородица Неополимовский храм был открыт и стал Кафедральным собором раскольников-обновленцев. В 1944 году Богородица Неополимовский храм вновь становится православным. С 1989 года статус Симбирской епархии восстановлен. Сюда назначается правящий архиерей, владыка Прокол Хазов. И с этого года здесь, в Неополимовском храме, начинается яркая такая масштабная духовная жизнь. Храму присвоен статус Кафедрального собора, потому что он самый большой. И вплоть до 2010 года храм и являлся кафедральным. Жители Симбирско-Ульяновска очень любят этот храм, поэтому в престольный праздник здесь собирается очень много людей. С древних времен известно, что Матерь Божия через икону Неополимая Купина подает людям свою помощь в бедствиях, особенно при пожарах. Именно поэтому сотрудники МЧС России особо почитают икону Божией Матери Неополимая Купина и считают день празднования в ее честь своим профессиональным праздником. В богослужении и крестном ходе в этот день по традиции приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Ульяновской области во главе с начальником управления генерал-майором внутренней службы Михаилом Осокиным. ПЕСНЯ 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 Или расслышать голос Божий, зов Божий оставлял возможность прийти к нему и оставлял местам, в которых можно было это сделать. И вот этот храм, конечно, очень дорог для каждого жителя Симбирска. И мне он стал очень дорог, мне он очень нравится. Я с большой радостью всегда совершаю здесь вывослужение. Митрополит Лонгин поздравил сотрудников МЧС с праздником. Затем в здании Симбирского епархиального управления состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Симбирской метрополией и Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Сегодня было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между епархиями Симбирской метрополией и Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Надо сказать, что это соглашение не возникло из ничего. Это плоды достаточно долгого и плодотворного и такого тесного взаимодействия. Сегодня мы подписали соглашение. Дело в том, что профессия пожарного в мирное время все равно выполняет боевую задачу. И надеюсь, что подписание данного соглашения еще больше укрепит наше взаимное взаимодействие, нашу дружбу с епархиями Ульяновской области. И надеюсь, что с Божьей помощью все будет на территории Ульяновской области хорошо. Митрополит Лонгин поблагодарил сотрудников МЧС за помощь храму Митрополии и отметил готовность духовенства продолжать пастерское окормление сотрудников ведомства и членов их семей. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская Митрополия. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите итоги недели каждую субботу на телеканале Уллправда ТВ. А с понедельника по пятницу ежедневные новостные выпуски итоги дня 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. Увидимся в следующие выходные. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова